такая неординарность она вам больше помогал или мешала жизни но знаете внутри голос подсказывал покопать в огороде лопатой посадить какие-то там не знают грядки а это всегда воспринималось как подсказка и я видел в этом благие знаки вас легко вообще вывести на эмоции принципе да и вам лучше всего это удается это родным близким они прям вот это самое чувствительное да не держать но бессмыслен потому что это люди которых я очень люблю дочки для папы это сила или слабость дочки конечно бьют веревки там без папы и здесь важно во первых умею остановиться успокоиться закрыться где-то и там сопли на кулак наматывать тоже иногда тяга такая есть она она здравствуйте эта программа крупным планом меня зовут инесса буланкова и каждую неделю мы с вами по-новому открываем ту или иную звезду сегодня рядом со мной легендарный гитарист творчество которого не имеет аналогов на всем постсоветском пространстве он называет себя гражданином мира и проводником загадочной музыкальной материи рядом со мной маэстро дедюля здравствуйте дедюля и спасибо вам огромное за эту встречу потому что в голове не укладывается как после двух часов концерта можно приехать на интервью за час до поезда вот уж где действительно знаете заряжающая сила искусства но мы любим свое дело любим трудиться и вообще труд на поприще музыки это очень интересный путь жизненный я его выбрал когда-то в детстве и совершенно готов к разному к разным ситуациям и это нормально отыгра в концерт прийти поговорить о музыке о творчестве каких-то совершениях творческих так что я вашем распоряжении общий известный факт что если мы поспрашиваем музыкантов они обязательно скажут что в числе любимых городов это будет нью-йорк по разным причинам а я вычитала что вы как аудиофил рассказали что единого звука у этого города нет а питере хочу вас спросить но он у него минорное такое звучание но она такое любом случае оптимистичный минор потому что здесь богатая история здесь сама архитектура много о чем говорит здесь сами улицы люди некие традиции сама история она здесь звучит в любом случае и нас здесь понимают нас слушают в нас вслушиваются а вот это сверхчувствительность к музыкальной материи вы рассказывали о том что она в принципе проявилась еще в детстве а потом уже со временем вы как-то ее развивали да такая неординарность она вам больше помогал или мешала жизни ну помогал потому что в принципе музыка это такой путь интересная это такая ниша если так можно сказать где вот свои вот эти качества мог проявлять в полной мере в полной мере да а потом я родился в городе гродно а он где-то похож на санкт-петербург он короче красивый европейский такой городок там и польское влияние литовская и белорусской славянской немецкой он такой весь очень космополитичный очень интересный город по своему такому наполнению и собственно в этом городе творилось легко я создавал там основные такие свои базовые какие-то мелодические находки формировал их и ничто не мешало мне творить спокойно тем более что это было не из-под палки не было такого что надо было ходить музыкальную школу или в училище нет я сам тихонечко закрывался и комнате брал инструмент что-то искал на нарабатывал экспериментировал прислушивался и это была возможность накапливать накапливать потихоньку создавать себя и создавать ту историю музыкальную которую я видел потом еще и перспективе и собственно город помогал помогали родители окружения было очень интересное музыкальное окружение потому что было много музыкантов хорошая гитарная школа академические какие-то концерты фестивали жизнь в этой сфере бурлила достаточно активно запад белоруссии все-таки интересное место и это дал возможность мне накопить но до 30 лет я так это все так аккумулировал и только уже в 30 лет записал первый свой дебютный альбом но там уже дальше понеслось мы сами признались и я подчеркну что вы это человек очень счастливый вы довольно рано поняли свое призвание вот как бы да вот это но знаете внутри голос подсказывал то есть опустилась эта информация в подростковом возрасте где-то в лет шестнадцать-семнадцать прям реально вот как обухом меток ударила такая волна информационная то есть прям за шиворот меня взяла потаскал и прямо точно не сказала что музыка это мой путь гитара вот сочинять на гитаре вообще компилировать разные звуки несочетаемые вообще звуковой дизайн аранжировка вот эти все родственные совершенно занятия они всплелись вот в одну единую какую-то такую косичку под названием музыка и потом уже дальше уже мне менее было сомнений хотя были периоды творческого такого упадка когда подростковый максимализм и хотелось поменять что-то в жизни хотелось поэкспериментировать потом первая влюбленность масса было таких каких-то отвлекающих факторов но тут подходили на помощь друзья мама родители не глистов ты чего это какую гитару продавать надумал но 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 пускай она повесить на стенке не трогая это от дожди передохни и прочее а потом я понял что просто существует волны волна отдыха волна накопление потом нужно перезагрузиться нужно дать соскучиться по инструмент это нормальное совершенно явление и в таком состоянии пребываю сейчас я могу не брать инструмент много месяцев я могу соскучиться по музыке по гитаре по каким-то движения по концертам по студийным экспериментом и потом с упоением беру окунаюсь в этот совершенно удивительный мир музыки и по что-то происходит происходит движение рождаются новые вещи вообще мир очень многообразные хочется уделить всем его сферам хочется любопытно попробовать всего и попутешествовать и и уделить время родными близкими может быть что-то в другие сферы окунуться творчески или просто даже покопать там не знаю в огороде лопатой посадить какие-то там не знаю грядки и прочее то тоже иногда тяга такая есть поэтому это любознательность ко всему она меня отпускает и не только музыкой по большому счету мир един то есть еще много много других граней увлечений и и вещей в жизни каком-то из своих интервью вы очень здорово рассказали о том что как ведь мудро все господь устроил да что даже физически ваше тело создано буквально для виртуозной игры на гитаре да да здесь как бы по санатомии и тут и все какие-то вещи такие они направляли меня и давали лишний раз подсказку что видишь вот музыка и вот именно гитарная музыка гитара как инструмент это всегда воспринималась как подсказка и я видел в этом благие знаки то есть однозначно то есть я эти сигналы вообще считывают то есть любая встреча любой знак любой внутренний голос какие-то ситуации события я и всегда им придаю особое какое-то значение нашей жизни случайности нету это однозначно и даже если мы сегодня с вами здесь разговариваем то почему-то это происходит из этого будет какой-то результат и вывод я вижу в этом какое-то значение определено по поводу эмоция вас легко вообще вывести на эмоции принципе да да у меня было лучше всего этого дает это родным близким они прям вот это самое чувствительное такие зоны самое чувствительное пространство потому что это люди которых я очень люблю и которым очень трепетно отношусь это в первую очередь номер один люди мои близкие родные и поэтому они меня могут за они не знают мои и тонкие стороны они знают где чего как иногда это происходит неосоздано и на иногда наоборот на меня можно как-то так повлиять чтобы какие-то вещи происходили в любом случае вот в первую очередь это в профессиональной среде я уже достаточно закаленный уже так предсказуем и знаю что к чему как тут уже опыта много а вот в жизни в такой другой жизни общечеловеческой здесь мы все одинаковы мы все легко ранимы мы можем и да где-то какой-то обид куда иногда впустить себя и прочее здесь важно во первых уме остановиться успокоиться самодисциплинироваться саморелаксации какой-то может быть медитацией себя настроить успокоить потому что эмоциональность она все-таки есть и она иногда нам мешает она иногда нам мешает трезво чем-то помыслить спокойной холодной головой и принять решение прочее на утро что-то решить и прочее поэтому вспыльчивость это не очень хорошая качество она мне немножко но есть отпускаете быстро ну да да я не могу в таком состоянии долго находиться мне нужно все равно благоприятное благостное состояние легкое улыбчивое дружелюбное конфликты не люблю конфронтации не люблю из своей жизни это убираю то есть я вижу что в моих руках все решите это тут же решаю то есть я могу извиниться и попросить прощения и все отмотать немного назад если это возможно то есть любом случае ситуации если я состоянии если я ее допустил в какой-то то я могу исправить я общаюсь со многими музыкантами и вас как человека сверх творческого не могу не спросить у мужчин и у женщин очень разные ценностные ориентации да и соответственно места семье любви профессии очень разнятся у вас у музыканта такого уровня творчество сегодня на каком месте но не на последнем точно но и не на самом первом точно но она она такой в верхней в первой тройке скажем так притом она меняется она как бы дефилирует то она в первом месте то она на втором то на третьем то опять первое второе третье вот так вот меняются места потому что разные бывают задачи бывают творчески временные какие-то рамки бывает сам меня понимают в принципе в семье по этим вопросам и такого фиксированного места нет то есть творчество в любом случае если нужно если мне сегодня что-то там стрельнуло что нужно что-то создавать записываться я все бросаю спокойно и иду и работаю и все меня понимают и меня держать но бессмысленно то есть поэтому вот это градации места даже немножко может и некорректное как бы с вашей точки зрения потому что это любом случае часть моей жизни это как говорить правая рука или левая голова или нога там важнее прочее все важно все в гармонии просто всему свое время и всему свое место а вот тут уже мы какой-то степени научились управлять своим временем я если понимаю что выходной день все вместе мы можем провести семьей работа подождет и поработать можно в рабочий день или там вечернее время время там красивый закат мы можем вместе провести я могу гитару отложить а потом завтра когда заката не будет и будет с пасмурной погодой спокойно посижу в студии поработать это планирование времени и бережное отношение ко времени вот эта вещь которая уже какой-то степени я научился скажите пожалуйста как вас изменило отцовство чему научила общение с дочерью но вообще я стал более сентиментальным и легко ранимы я совершенно трепетно отношусь к этому ребенку да и вообще просто вообще к человеку к жизни к маленькому человеку потому что маленький но это уже человек это уже свой характер это уже свои совершенно четкие представления пускай они маленькие может быть они ограничены куколками каким-то своим миром сказочным но это человек со своим видом миром и я рядом смотрю наблюдая многое для себя отмечаю и вид другими глазами глазами ребенка смотрю на мир и вижу что мир и глазами ребенка он красивее добрее интереснее и более воздушно и это мне помогает но я вижу что дети это это потрясающий потрясающая школа для вообще для людей для любого взрослого человека ребенок это великолепная школа потому что ты тут начинаешь уже и доктору быть и учителем и преподавателем ты астрономии начинаешь интересоваться ты математика вспоминаешь и правописание ты учишься рисовать опять по-новому потому что . просит задает вопросы интересуется и прочее прочее ты вспоминаешь все на свете то есть ты начинаешь ты становишься лучше мощнее добрее и интереснее и для себя в том числе вообще глобально если мы окунемся в свое детство то мы вспомним многие детские моменты и радости и печальки которые у нас были и они в нас сидят и сильно сидят они не бесследно не исчезают мы родами из детства это вот окунаешься в то пространство детское проецируешь на своего ребенка и понимаю что у него пространство очень бережная хрупкая к нему очень нужно уважительно относиться а как вы думаете дочки для папы это сила или слабость ну дочки конечно вьют веревки там без папы и все на свете делают но с другой стороны я же понимаю что в ее жизни я первый мужчина по-настоящему и вас вот этот воспитательный процесс вот этот пример жизненный который ты можешь дать ребенку этот объем любви такой безответный ну то есть как мне даже не без ответный такой бескорыстной до любви которую ты даешь это такая вещь необходимая совершенно потому что когда мы окунем от ее вот это вот благо благо приятное ощущение что ее любят что ее поддерживают ценят это на всю жизнь и потом ее делает крепкой поэтому вот полюбить полюбить ее разные полюбить ее и слабости и сильные стороны довериться ей доверить себя и это как бы такое качество которое которое нужно и в себе раскрыть и нужно его просто вот без безгранично подарить ребенку и вот это я стараюсь сделать насколько меня хватает иногда я вижу что были на я где-то тут немножечко не додал мне нужны больше мне нужны еще я могу больше дать ребенку я могу больше и не нужно особо то чего-то такого материального нужно просто с ней быть с ребенком нужно быть дочкой нужно просто вместе быть и этого уже достаточно ты с ним можешь что-то там возиться вошкаться с какой-то конструктор какими-то куколками за ней наблюдать давать ей вопросы отвечать на ее вопросы просто быть вместе с ней уже замечательно эти моменты для меня самые яркие делают меня абсолютно счастливым человеком когда я со своими родными, с близкими, с семьей, я абсолютно счастливый человек, я понимаю, что это гармоничное состояние, это мой ребенок, это моя жена, это родители жены, это моя мама, вот мы здесь все, и тут у меня еще такой сразу же работает, отматывается исторический такой фактор, что это вот мои предки, мы сейчас вот как бы тысячелетнюю историю своих предков, и вот мы здесь сейчас, и тут бережная, хрупкая вот эта конструкция под названием жизнь человека, она мне вырисовывается, я ее ощущаю, понимаю, это вот от моей чувствительности уже природной, музыкальной, творческой, она переносится и позиционируется еще и на межчеловеческие отношения. В вашей жизни есть место страхам, хотя бы одному? Ну нет, конечно, есть страхи, может быть какие-то опасения, но я это воспринимаю просто как интересное, удивительное приключение, в любом случае опять с позиции радости, с позиции удара, что жизнь красивая загадка, что пускай будут какие-то интересные, может быть, головоломки жизненные, не страшно, будем из них пытаться выбраться. А чем они связаны, как правило? Ну, по-разному, страхи мужские же разные бывают, когда ты встречаешь женщину, потом ты начинаешь ее узнавать, а ты понимаешь, что женщина – это вообще ребус такой, неразгаданный, потому что женщина, она на эмоциях больше, у нее другие совершенно какие-то мозговые, нейромозговые связи, это как можно назвать. То есть там она может в тупик тебя загнать очень как бы достаточно серьезно. Но мне нравится познавать эту вселенную под названием женщины. Иногда мне кажется, что это вообще инопланетное какое-то такое явление, которое на Земле совершенно своим нелогичным, какими-то такими своими представлениями очень многие вещи рушат в мире мужском, где все очень четко, 2х2,4, где все правильно, предсказуемо и где-то как бы понятно. Но я это понимаю, что вот в этом и парадоксальность, парадоксальность в этой и есть удивительная красота жизни. И опять же, возвращаясь, я говорил раньше, если меня судьба столкнулась с таким человеком, если мы встретились, это знак. А так как у меня доброе отношение к жизни, я ее в этот знак принимаю. Я принимаю эту женщину, я принимаю все ее совершенно образы разные. Тем более, что Евгения, моя жена, она творческий человек, не менее, чем я. А может быть, даже еще более творческий, в разных гранях, разных совершенно ипостасях. Она как бы и пишет книги, и музыкой занимается, и поет, и в интернете барагозит достаточно активно. У нее большое количество поклонников в разных социальных сетях и прочее. И я вижу этот мир, и такой противоречивый порой, да, женский мир, но он меня увлекает, он меня держит, и все мои страхи все равно уходят на куда-то там, на десятое место, и любопытство, и сотворчество, оно выходит на первое место. И мы вот вместе встретились, мы вместе создаем семью, у нас дочка. У нас и творческих много разных экспериментов, и альбомы, и музыка, и вместе мы на сцене выступаем. Я вижу в этом интересный, совершенно удивительный, творческий свой жизненный путь. Я счастлив, что у меня такая неординарная, яркая, интересная жизнь, и личная, и творческая. И столько могу благодарить судьбу за это. Такой вам вопрос. Когда больше всего, наиболее отчетливо, вы чувствуете себя частью этой Вселенной, и проводником вот этой Божьей мысли? Вот часто, часто. Это почти каждый день. Я почти каждый день ощущаю себя частью вот этого большого мироздания, да, притом в космическом масштабе, однозначно. Земля, население, люди, страны, территории, национальности, как бы, да, но потом солнечная наша система, потом галактики, потом дальше, дальше. Я чувствую, что все это движется, я часть этого, я ощущаю эту вибрацию и гул этого всего космического пространства, и не могу себя оторвать от всего этого, там закрыться где-то, и там сопли на кулак наматывать и грустить. То есть в любом случае бывают, конечно, какие-то спады и подъемы, но я себя все-таки чувствую частью всего этого великого мироздания, частью всего, и это порой помогает мне преодолеть какие-то сложности, потому что они бывают в работе сложности, в отношениях и прочее, прочее, прочее. Я поднимаюсь над ситуацией высоко, смотрю на нее сольщие большие высоты, вижу, что проблема маленькая, соринка, и она не стоит выеденного яйца. Вы как-то сказали, что на сцене ощущаете себя проводником музыкальной материи, да, вот этой мысли Бога, да? Вот расскажите, как происходит этот взаимообмен? Ну, это со зрителями вообще все вместе происходит. В любом случае я транслирую, я транслирую музыкальные те проекции, которые у меня рождаются, я их передаю в зал, в общем-то проводником являюсь, такими называют часто шутливо вот ослик, который везет тележку музыкальную. Музыка меня не спрашивает, конечно, порой, берет меня за шиворот, и приходится просто даже оттолкнуться невозможно, то есть ее оттолкнуть нельзя. То есть она берет меня за шиворот, тащит в студию, я так покорно, повинуясь этому процессу, этому явлению, что-то создаю иногда даже в таком полусознательном состоянии. Такое бывает. Но сцена – это иная реальность, по-другому идет время, по-другому секунды меняются. То есть преломление пространства происходит, когда человек тебя внимательно слушает, это усиливается, когда много людей слушают зрителей, это еще во сто крат усиливается. И происходит очень удивительный такой процесс творческого взаимообмена. Зрители меня питают своим вниманием, я их одариваю этими волшебными сказочными мелодиями, звуками. И тут моменты истины очень интересные, сильно происходят. Иногда прямо я могу и забыться. Но как это происходит, саму физику и саму моторику, все это я передать не могу вам словами. Это такой достаточно тонкий процесс, когда звучит музыка, когда звучит звук, когда резонируют гармонии и ноты. Повторюсь, время меняет свой ход, оно по-другому идет. Это секунды другие, то есть они, ну, 2 часа превращаются в 20 минут, вот так. И глобально мы молодеем, глобально мы в свою жизнь вносим много нового и интересного, мы просто удлиняем свою жизнь. Человек, который отдается творчеству, творческому потоку, слушает музыку, он фактически становится, ну, он долгожителем, он больше живет. Он больше живет с точки зрения реальных секунд, минут, часов и все, что с этим связано. Это вот у меня ни капельки сомнений не вызывает. Другой вопрос, что слушать музыку, ее надо уметь. Уметь расслышать, вслушаться, впустить ее в себя, получить удовольствие, сказать, что вот это моя музыка, это точно она со мной резонирует на всех уровнях, там, на физическом, на ментальном, на каком-то там эмоциональном уровне, что она тонко в меня проникает, и когда уже вы ее впускаете, то тут уже чудеса происходят, тут уже исцеляющие ее свойства, гармонизирующие, успокаивающие, какие-то волшебные, которые нам неподведомо проявляются совершенно. Музыка коллектива Дидюли официально используется в медицине, психиатрии. Она обладает какими-то просто исцеляющими свойствами, и, помимо всего прочего, она в человеке как будто бы пробуждает какие-то новые возможности. То есть, судя по откликам, которые вам пишут, судя по письмам, люди начинают стихи писать, картины рисовать. Была ли какая-то история особенно трогательная, которую вы запомнили? Здесь можно похвастаться, здесь можно сказать. Историй таких много, мне пишут, и обратная связь у меня есть, благодаря сейчас интернету, современным технологиям. Конечно, много очень пишут. Разное всегда, конечно же, проявляются творческие способности. У кого-то после прослушивания музыки совершенно четко проявляются ответы на сложные жизненные вопросы, потому что они, оказывается, достаточно легкие, эти ответы, как ни странно. Но главное для меня не это. Для меня главное всегда является то, что люди после прослушивания каких-то композиций или просмотра концерта, они порой находятся у черты опасной. Я не буду уже так вдаваться в подробности. Вот они от этой черты отходят. Они говорят, мы были уже на грани, на грани самоубийства, суицида. Это касалось и молодых людей, и людей постарше. И вот какая-то там фраза музыкальная, какой-то там, не знаю, проигрыш музыкальный из произведений, я даже не буду называть эти произведения. И вот тут человеку проясняется сознание, он открывает для себя новый мир, делает шаг назад и по-другому начинает жизнь, открывает совершенно новые для себя границы, грани жизни. Вот это для меня важно, ценно. Это я себе могу сказать, что вот здорово, что я занимаюсь музыкой, что эту музыку могу зафиксировать, что она может звучать, она может звучать с пластинок, она может звучать на концертах. Вот это уже какая-то в какой-то степени и миссия моя, маленькая пускай миссия, но миссия музыканта на этой земле, в этой стране, в этом городе, как сегодня, сыграть музыку. И вы знаете, я когда играю в концерт, я ухожу со сцены, я понимаю, что мир уже будет другим, он уже не будет прежним, он уже изменился. Я его смог изменить, хотя бы чуть-чуть, немножко, но я его поменял. Но этими мелодиями, которые звучат не просто на сколько-то минут, но еще на сколько-то метров и на сколько-то лет. Я это ощущаю, что это в пространстве, в широко, в многомерном пространстве, музыка расплылась, растеклась и пошла, и в пространстве заняла свое место. Совершенно четко понимаю, что я необходим здесь, в этой стране, как минимум, но и в мире тоже, что эти мелодии, эти композиции, они должны звучать, у меня есть определенные обязательства, и я его выполняю в какой-то степени как неосознанный человек, музыкант, который пришел в этот мир. Во многих интервью вы говорили о том, что я предпочитаю доверять миру, жить по заповедям, мне Бог дал музыку. Вот по отдельным фразам, я это понимаю, но интересно услышать от вас этот ответ. Вы человек религиозный, вы в Бога верите? Ну, мне не хочется вот это применять слово «религиозный». Я верующий человек, я верю. Оглядываясь на весь свой творческий и жизненный путь, можете ли вы отметить, за что больше всего в жизни вы благодарны Богу? Ну, вообще, за то, что я вообще появился на белый свет, за это я уже спасибо говорю. То есть это, вот, ну, что помог мне найти путь в музыке, что вот именно музыкальное движение, что дал мне возможность встретиться с моими родными и близкими людьми, с которыми мы вместе, что мы вместе идем по жизни. Это, ну, много, много всего. Я благодарен вообще каждому дню и стараюсь об этом говорить, говорить самому себе внутри, говорить спасибо. Спасибо, что мы живем, что мы можем об этом тоже говорить. И просто так, просто даже сказать спасибо, оно будет не лишним. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. За ваше творчество, за вашу философию в искусстве. И спасибо за такие правильные мысли, которые вы транслируете. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok